Сказали, надо спуститься. Добрый вечер, дорогие! Шаббат нам шалом всем! Я ничего не вижу. Люди есть в зале, да? Да, да, да. У меня сегодня очень такая роль ответственная. Я волнуюсь, как никогда не волнуюсь, когда мне надо просто петь. Потому что сегодня мне предстоит объявлять таких людей... То есть мы умудрились сегодня такую концентрацию сделать на сцене, что я боюсь, что я не буду ей соответствовать в плане презентации. И я очень долго ломала голову, как же расставить вообще вот эти все драгоценные камни, которые Линка собрала сегодня на этой сцене. И, знаете, да, всегда говорят, вот самыми сильными закрывают отделение. Ну, получается, что все должны петь в конце. А конец у нас один. Ну, два. Не в смысле, что у нас... А в другом, в хорошем... Ну, не очень в хорошем смысле. Вот. И поэтому мы даже не жребеем, но мы подумали, кто у нас, кто у нас, как Александр Матросов на амбразуру. Человек, который украшает любой конец, на самом деле, любого спектакля, любого концерта, любой площадки. И вот он взял на себя эту роль, и я думаю, что о нем и говорить-то ничего не надо, потому что это совершенно... Это мой любимый человек, из многих любимых, ну, очень любимый, особо любимый, Миша Фильдман. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вы не понимаете, сделайте его в финале. Николай Фильдман! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Все звучит отлично. Вот в этот раз так получилось, Марина, что она как бы получилась ближе к 8 марта, чем к 1 апреля, что, в общем-то, тоже смешно. Вот, и поэтому я как бы составил свою программу так, чтобы в моих песнях участвовали женщины. Вот несколько сценок я вам приготовил из таких вот, ну, семейных, что ли, драм. Да, вот. Буду короток, потому что регламент очень строгий. Вот. Вот такая вот первая сценка, которая может быть многим и знакома, не дай бог. Да, все песни копаются от первого лица, и, соответственно, я никакого отношения к моему лирическому герою не имею, я заранее предупреждаю. Вернулся как-то вечер подвыпивший изрядная, едва зашел в прихожую, висок пронзила боль. Заголоси бемоль, супруга ненаглядная, прошу тебя, любимая, не голоси бемоль, прошу тебя, любимая, не голоси бемоль. Сопранные тональности улавливал неточная, попала в соль на раны мне, а может, соль диез. Ой, доля моя, долю, ой, доля три. Височная, в тончайшую материю, в открылый стекловес. В тончайшую материю, в открылый стекловес. Мольвы мои, любимая, услышать не изволила, последними октавами решила доконать. Весьма колоратурно так меня облями норило, и весь облями нориные я рухнул на кровать. И весь облями нориные я рухнул на кровать. А сверху акапеллами струились ноты бранные, казалось, я не выдержу, и тоже закричу, и логну перебонками. Они ведь барабанные и плохо приспособлены к скрипичному ключу. И плохо приспособлены к скрипичному ключу. Потом настало чудное мгновение забвения, как будто бросил палочку сануда дирижер. Потом три дня молчание сиренчат вдохновение с антанты переходами в привычный домажор. А кто из вас не нюхивал подобную историю? А кто из вас не сиживал с ребятами до дна? И не являлся за полночь к себе в консерваторе? Либрета с вариацией, а опера одна. Либрета с вариацией, а опера одна. Следующая, тоже вот такая вот семейная сценка, которая не легла на музыку, но как стих тоже звучит вполне. Вот такая семейная сценка. Придя домой, спросил я вкратчиво, скажи, родная, есть пожрать чего? Ты знаешь, жрать особо нечего, она сказала опрометчиво и смотрит. Ласково так. Я сразу вспомнил Станиславского. Открыл я дверцу морозилочки и в содержимое вонзилочки. Гляжу, а там пельмени и заряжи. Но мне при этом не сказали же, что хоть они и заморожены, но все равно предрасположены ко всякой мерзости и подлости, когда кончается срок годности. Короче, взял, сварил пельмени и съел штук семьдесят, не менее. Пельмени я обычно пичкаю сметанкой, уксусом, горчичкой, а это все добавить, ежели, то и помои станут свежими. Неделю жил на унитазе, ночами снилась эвтаназия, как перемешивал в бокалье щепоти цианистого калия. С тех пор пельмени я вообще не ем, а если ем, то с отвращением. И вот еще одна такая сценка, невероятная совершенно, и тоже от первого лица. Но это не я, это не автобиография. Немножко не по сезону, она январская. Но ничего. Я, я извиняюсь, Секундочку. Ой, ну вот видите, спасибо. А случалось ли вам Переводком идти, И чтоб сверху кирпич В сантиметрах в пяти, Чтобы потом облил Запасоталый испуг И сердечко внутри. Тук-тук-тук. В этот день не тянулась Работы домой. Я решил погулять, Насладиться зимой, Повдыхать кислород, И нюхнуть тишины, А точнее отдохнуть от жены. Я по снегу приду, И тихонько пою, И встречаю былую подругу мою. Обойти, обогнуть, Не заметить не смог, И случился такой диалог. Как дела, говорю, Ничего, говорит, Развелась и пошла На вечерний вмиг. Ну, а ты, говорит, Да ничего, говорю, Отдаюсь, говорю, Я говорю, В общем, так и леся. Загрустила она, Заходи, говорит, И я уж год как одна Посидеть, покурить, Пропустить по одной, А короче тряхнусь стороной, И позвонил я жене, Что-то в трубку наврал, Мол, прости, извини, На работе обрал, Но оба мыслях себе Оправда я ищу, Мол, за всю, Блин, а вообще? У подруги тепло, У подруги уют, За стеной у соседи Угрюмо поют, И сверкая луною, И криво как встань, За окном серебрится январь. И у нас как давно На Руси повелось, И пошел разговор, И вино повелось, А потом, Если только мне память не врет, Обстановка шептает вперед. Я изрядно был пьян, Я дошел уже до Невозможности прятать свое Лебедо я почувствовал, Как изнутри я сгорю, И векну за окном январю. А у подруга моя, Что уже была ца, Не стало ли всего, Закатила глаза, Попрекнуло лицо, И кусило язык, Покачнулась и в обморок брыл. У меня в тот же миг Похладело внутри, К телефону бегу, Набираю ноль три, Так и так говорю, Поскорей говорю, И не рад я уже январю. Вот уж белый халат Над подругой стоит, А вот дед же нет, Брат констатирует, Спи, да и в упор на меня, Бонус пил или нет, Да вы что, говорю, Да я сосед! А мигнаменно исчез, Стала липкой спина, По спине потекли Две бутылки вина, Выхожу я в одно лор, Тишина во дворе. Я родился теперь на земле, А случайно слива Переулком идти, И чтоб сверху кирпич Сантиметра в пяти, Чтобы потом облился, Позаправлый испуг, И сердечко внутри. Ну иногда бывают такие ситуации, Что только с помощью танка Можно передать. Я был таинственно небрит, И безупречно неопрятен, И на капоте паром мятен, Усу губляла колорит. Вы были молодость под шофе, И пели сумрачные песни, И в подресничной вашей бездне, Сквозь лаута до фе. Я вам объятия простер, И вы простерли мне объятия, И угодил под рукоятия. Среди невековый ваш костер, Там бушевал девятый вал, Замаскированный под тангл, Я отражал атаки с планга, И сам в ответ атаковал. Я был от страсти полужив, А вы парили белой птицей, На злые оплеи грязицы, Концептуально положив, Как хорошо сгорать до тла. Теперь прости меня, о Боже, Каком чертям я корчить рожей Со дна кипящего котла. Но в нашем мире непростом, И в нашем теле похотливом, Прилив сменяется отливом, А пир сменяется постом. На утро я побрил амфас, И стало быть и напрятен, Лишь на капоте пара в мяте Напоминал мне о вас. А я вообще по натуре простой, Мне чужда, вот от черности сцета, Я любуюсь и этой, и той. Мне без разницы, та или эта, А вот этой идет полнота, А по этой рыдает диета, Мне же нравится эта и та, Мне без разницы, та или эта. Что не женщина, то красота, Что не баба, то рифма, поэту, Мне подходит и это, и та, Мне без разницы, та или эту. Джантельмены за тонкий подход, Мужики за напористый метод, Я использую этот и тот, Мне и тот удается, и этот. Мне без разницы, та или сяк, Мне до лампочки, та или эдак, Хоть ты и упешься руками в косяк, Хоть на кухне сведи табуреток. Не волнуйся, мы все утрясем, Мы последуем всем этикетам, Поболтаем о том и о сём, А точнее о том и об этом, Мы коснемся изысканных тем, Мы на тысячу вопросов ответим, Мы займемся и этим, и тем, А потом исключительно этим. А в антракте мы выпьем за тех, За других, и, конечно, за третьих, За любителей этих у тех, А точнее у тех и у этих. За любителей этих у тех, А точнее у тех и у этих. Ну а теперь я немножко сменю тему напоследок, И спою песню, которую я недавно пел на празднике Эллоуин, И вот там была задача спеть, Осветить картину Ближневосточного базара. Вот, и вот я её осветил так, Как я её вижу. Восточных базарах. Беспощадно и жестоко Правда Ближнего Востока, Правда в том, что правды стока, Сколько крыльев у боржи, Не случайно, что в Ираке, Всё построено на враге, Об омане на обмане, А во лжире всё на лжи, И этот ряд олитераций, Лучше всяких иллюстраций, Вот такие, брат, горадцы, На срединские хаджи. Ряды ладочные, Канабы сточные, Торговцы сточные, Базар-мокзал, Весы неточные, Дела бессрочные, Дела восточные, Я бы сказал, А ленивые Сауды, Извращенцы и зануды, Точат лясы, чешут гуды, Остальное просто влом, На базаре в эрреяде, В оранжах томятся жёны, А мужья у них бежоны, Катят левчью и баблом, Ряды ладочные, Канабы сточные, Торговцы сквочные, Базар-мокзал, Весы неточные, Дела несрочные, Дела восточные, Я бы сказал, А в малюсеньком катали, Шейхов губки закатали, И теперь у них в Атаре Шейхов больше, чем овец, Но зато в столичной дохе Проходимцы и пройдохи, Но хоть дела у них неплохи, Вряд ли внуху я истец, А в загадочном кубите Западло играть на флейте, И позвали, хоть убейте, Больше нету у меня, Лишь добавлю, что в кубите, Хоть поверьте, хоть проверьте, Но в базаре в Эльку вейте Та же самая фигня. Ряды лоточные, Канавы срочные, Торговцы срочные, Пазар-мокзал, Десы неточные, Дела несрочные, Дела восточные, Я бы сказал, А в диване, А в диване, Растянулся на диване, И купается в нирване, Тридцать метров глубиной, Измращенец и удила, По фамилии сходила, Ну даже если не сходила, Смысл однокоренной. А в Иране, А в Иране, Помешались на Уране, Хоть известно, Что в Коране Нет ни слова про Уран, Но похоже, Что у Ирану Это все по барабану, До тех пор, Покуда в бубен Не получит тиран. Ряды лоточные, Канавы срочные, Торговцы срочные, Пазар-мокзал, Десы неточные, Дела несрочные, Дела восточные, Я бы сказал, Рассказал бы я о Йемене, Но на Йемен нету времени, А в земле обитаванной Сотый раз накрылся ванной, Нескончаемый странный Мирный якобы процесс. Здесь потомки Моисея Жмут войну уступки сея, И посевы их не всея Восхваляют о небес. Огни полуночные, Девчонки сочные, Глаза порочные, Их сподрится. Власть клубочная, Беспоклоночная, И знаю точная, И знаю точная, Что без я есть. А в Париже, А в Париже, А в Париже, А в Париже, А в Париже все ближе, Так взлети же и Париже Над Парижем гласом. Передай привет фанере, Снегко по крайней мере, А на солнечной ревьере Скоро ты увидишься. Ряды лоточные, А на восточные, Дорогой восточные, Позор в озол. Весны веточные, Дела беспочные, Дела восточные, Я все сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня сейчас совершенно Какая-то невыполнимая задача Стоит, Потому что я совершенно не знаю, Что говорить об этом человеке. И вообще о нем все уже, что можно, Во-первых, сказали, Во-вторых, все, что говорили, Не произносится со сцены, Но он как-то внедряется между этим, Лавировать. Я вам хочу сказать, Что этот человек с большой буквы Г. Губерман. Игорь Миронович Губерман. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда-нибудь лет через 100, Когда будет написано энциклопедия, Что в 2018 году некая Анжела Штингард Представляла публики Игоря Мироновича Губермана. Но у него есть один недостаток. Он сегодня не поет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Я надеюсь, что вы получаете удовольствие. Знаете, я как-то в Москве Получил записку от одного делового мужика. Он сказал, Спасибо. Совершенно не жалею, Что зря потерял время. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, Мне еще пел такие смешные песни, Что я начну со стишков грустных. Я вот позапрошлую книгу Начал с грустного стиха. А вы, наверное, знаете, кто пишет стихи. Наверняка есть чувак 20 пишет. То есть я начал новый цикл Или новую книгу с грустного стиха Так и покатиться. А я вот начал с такого стишка. Нынче бледный вид у Вани. Зря ходил умыться в баньку. Потому что там по пьяни Оторвали Ваньки встаньку. И вся книжка пошла грустно. И я сейчас оттуда почитаю. И вы поймете, как опасно начинается грустно. При хорошей душевной погоде В мире все гармонично вполне. Я люблю отдыхать на природе. Она отдохнула на мне. На кепку мне упал комок И капля тронула ресницы. Не все, что с неба шлет нам Бог, Довольно много шлет и птицы. Вовлекаясь во множество дел, Не мечись, как по джунглям ботаник. Не горюй, что не всюду успел. Может, ты опоздал на Титаник. Русь воспитывала души не спеша, То была сурово с ними, то нежна, И в особенности русская душа У еврея прихотлива и сложна. Когда к нам денежки с небес Летят валясь в изголовья, То их, конечно, шлет нам без. Дай Бог их претему здоровья. Дебаты, диспуты, баталии Текут бесплодно и похоже. А жены стали шире в талии, А девки стали брать дороже. Любил я книги, выпивку и женщин. И больше у Бога не просил. Теперь азарт мой возраст уменьшен. Теперь уже на книги нету сил. Туда мы даже не глядим. И место это грустно виснет. Меж тем, как то, на чем сидим, Куда умнее, чем то, что мыслим. Доволен я сполна своей судьбой, И старый себя красиво, слава Богу, И девушки бросаются гурьбой Меня перевести через дорогу. Пришла ко мне повадка пожилая, Уже никуда я не спрячу. Актерскую игру переживая, В театре я то пукаю, то плачу. Нынче книгу врача я листал, Там идея цвела словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, Первый признак начала склероза. Я хранилище облик достойный, Но душевное выцвел уже, Испарился мой дух беспокойный, И увяли мои фаберже. В душе моей пора домой, В ней высох жизни клей, И даже дух высокий мой Острепенил ей. Вы знаете, сейчас я подумаю. Да, я очень хочу почитать про политиков, Тем более, что у нас сейчас такая Котовасия творится. Вы знаете, Мы ведь не знали, Когда жили в Советской империи, Что есть такие люди-политики. Мы знали, вот вожди, Они задавали нам курс. Вот кто постарше, наверное, помнит, В 70-80-е годы, Очень широко в самом издате Ходила подборка моих стихов про вождей. Она называлась очень по-московски. «Вожди дороже нам вдвойне, Когда они уже в стене». А тут, смотрите, политики, Они выступают, что-то говорят, Мы о них судить можем. Короче, я написал подборку небольшую. Подборка называется «Беда держава, где головней, Кто хитрожопий и говней». Время наше будет знаменитым, Тем, что сотворило пользы ради Новый вариант гермафродита, Плоти у мужики, а духом бляди. Хотя политики навряд имеют Навык театральный, Но все так сочно говорят, Как будто секс в них орали. Не хочет видеть этого никто. Меж тем, как вековечные вести, В политику легко плывет лишь то, Что с легкостью всплывает на воде. Пришел я к користному мнению От наблюдений многих лет. Вся сволочь склонна к единению, А все порядочные – нет. Тяжел без удачи наш жизненный путь, Тосходит земля без дождя. Младенцам нужна материнская грудь, Политикам жопа вождя. Одна мечта все жарче и светлей, Одну надежду люди не утратили, Что волки превратятся в журавлей И клином улетят к тебе не мать. Я не люблю любую власть, Я с каждой не в ладу, Но я, покуда есть что, Класть на каждую кладу. Я хочу обязательно прочитать небольшую подборку. Знаете, эти стишки объединяет только то, Что я написал уже после 80-ти лет. За вот эти полтора года мне через четыре года